Я от всей души поздравляю тебя с днём рождения и поверь, что не только грузины, все люди, все свободолюбящие люди во всей планете за тебя переживают и за тебя волнуются и все мы боремся за твою свободу. Я абсолютно в этом убежден, что к скорому времени ты окажешься и де-факто на свободе, поскольку это картофельное правительство никак не мог как бы тебя изолировать и заключить тебя в тюрьму. Фактически ты свободен, даже несмотря на то, что сейчас находишься между четырьмя стенами, и ты своим возвращением еще раз доказал, что ты достойный сын не только грузинского народа, всего Кавказа. Я очень надеюсь и в этом абсолютно убежден, что к очень скорому времени мы снова в Тибелесе увидимся и те мечты, о которых мы в сентябре с тобой, эти темы, которых мы обсуждали о будущем Кавказа, о свободе Кавказа, о единстве Кавказа и продолжим эти наши разговоры и будем вместе со всеми свободолюбящими гражданами всего Кавказа, все будем вместе воплощать. А это мечта Путина, это картофельное правительство, которое является рабами Путина, они найдут свое достойное место, это свалка истории. А в отличие от них ты вписал свое имя в истории не только Грузии, всего мира золотыми буквами. Еще раз тебя поздравляю и поздравляю твоих родителей, поздравляю весь грузинский народ, всех народов Кавказа с днем рождения великого сына Кавказа. Я желаю тебе удачи и поверь, все твои сторонники, их во всем мире довольно достаточно, даже многие не могут себе представить, поскольку каждый свободолюбящий человек во всей планете, который знает Грузию, который знает тебя, мы все тебя поддерживаем. И очень к скорому времени весь Кавказ будет свободным, иншаллах, весь Кавказ будет единым. Все наши усилия, вся наша борьба только за этого. Обнимаю тебя, братцы, по-братски, и желаю тебе крепкого здоровья, сила воли у тебя есть, потому что ты примешь для всей молодежи подорожание, ты в полном смысле этого слова герой Кавказа. Сакар твелос гаумаржос.